Добрый день! В эфире программа «Прокурор в теме» в студии Виктория Шары. И сегодня будем беседовать с заместителем прокурора промышленного района Самары Сергеем Григорьевым. И тема нашего разговора – преступление превентивной направленности. Здравствуйте, Сергей Георгиевич. Здравствуйте. Ну, расскажите нашим телезрителям о том, что же такое преступление превентивной направленности. Ну, для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо определиться с термином, что такое превенция. От позднего латинского это переводится как «опережаю, предупреждаю». В праве превентивную меры называют меры, направленные на выработку психологических и других мер, с целью предотвращения преступлений и других правонарушений. А закреплено ли это в Уголовном кодексе? Да, это закреплено в статье 2 Уголовном кодексе Российской Федерации, в которых определены задачи, в том числе охрана прав и свобод человека гражданина, собственности, общественного порядка, общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, а также предупреждения преступлений. Ну и какие же меры принимаются для того, чтобы предотвратить совершение преступлений? Для того, чтобы предотвратить преступления, реализуется комплекс задач через институт профилактики. То есть воздействие на правонарушителей, потенциальных преступников, в цель недопущения совершения преступлений. Через превентивные меры, так сказать, через превенцию. Ну а вот поясните более конкретные, скажем так, рычаги, то есть что получается, если, допустим, человек впервые совершил какое-то преступление, и каких преступлений это может касаться, что ему там выговор какой-то, да, вменяется или еще что-то, не сразу же его в суд введут и какой-то срок ему дают. То есть что вот, какие методы у прокуратуры есть в ходу? Ну давайте определим из категории, что такое преступление. Это виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законодательством Российской Федерации под угрозой наказания. Соответственно, в целях пресечения данного факта, данного совершения преступления, существует комплекс меры. Так сказать, общественная общая превенция и частная превенция. Общая превенция означает формирование в сознании у людей порядка должного, правомерного и надлежащего поведения. В целях недопущения совершения преступления, осознания законности, правопослушного поведения. И наказание одних лиц, допустивших нарушение, будет являться ярким примером для других лиц в целях недопущения именно совершения данного преступления. Еще существует частная превенция. То есть это когда непосредственно на лицо, которое один раз оступилось, оказывается комплекс мер в целях недопущения совершения более тяжких преступлений. В том числе против личности. Наиболее ярким примером является частная превенция, привлечение к административной ответственности и только потом привлечение к уголовной ответственности. Подождите, пожалуйста, мы сейчас с вами теоретически рассуждаем, вот чтобы нашим телезрителям было на практике более наглядно понятно. В каких случаях, не всех же преступлений это касается, вот когда допустимы именно административные наказания, которые только в случае повторного преступления ведет уже к уголовной ответственности. Каких это преступлений касается? К таким преступлениям относятся, в частности, статья 116, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нанесение побоев лицом, подвергнуто административному наказанию. Лицо привлекается к уголовной ответственности по данной статье только после привлечения его по статье 6.1.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. А это что за правонарушения такие? Поясните, пожалуйста. Вы же используете такие вот узконаправленные термины, которые широкому зрителю неизвестны. Это также нанесение побоев или иных насильственных действий в отношении лица. Ну то есть это касается в том числе и случаев домашнего насилия, да, и на улице, если, допустим, разбойное какое-то нападение или нет, или разбойное нападение сюда не относится? Нет, разбойное нападение уже сюда не относится. Вы правы говорить о том, что это зачастую бытовые преступления, то есть домашнее насилие. Наиболее часто совершается именно данное преступление, и именно их пресечение как раз является примитивным. Привлекается лицо к административной ответственности, и в случае, если оно не понял, он не сделал для себя должных выводов в правосознании, то тогда привлекается к уголовной ответственности. Но это тоже, наверное, не каждый случай домашнего насилия, да, можно административным наказанием ограничиться. Если там что-то очень серьезное, то в любом случае, наверное, сразу уголовное наступает. Если тяжко совершено деяние, то, конечно же, да, сразу наступает уголовное. Мы как раз говорим о тех преступлениях, которые незначительны, например, ссадины, ушибы. Вот такие моменты, если они совершаются впервые, то лицо привлекается к административной ответственности. А еще помимо домашнего насилия, какие примеры можно привести, когда все-таки изначально административное наказание следует, и только потом уголовное? Ну, например, неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Уголовная ответственность будет наступать только в том случае, если лицо привлекалось к административной ответственности по статье 5.35.1 Кодекса Российской Федерации административного правонарушения. То есть лицо предупреждается все-таки о необходимости надлежащего содержания выплаты алиментов для детей или нетрудоспособных родителей, исходя из судебного решения. И если лицо все-таки продолжает осуществлять невыплату, то тогда он привлекается к уголовной ответственности. Это весь перечень преступлений, которые предусматривают и административные ответственности, или еще какие-то мы с вами не назвали? Перечень достаточно широкий. Также можно еще статью 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мелкое хищение, совершенное лицом подвергнутому административному наказанию. То есть уголовная ответственность по данной статье наступает после привлечения к административной ответственности по части 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. То есть за мелкое хищение чужого имущества стоимостью 1000 рублей, но не более 2500 рублей. Необходимо отметить, что для привлечения по данной статье 158.1 сумма хищения возможна и менее 1000 рублей, поскольку лицо уже предупреждалось, так сказать, уже принимались к нему меры о недопустимости подобного деяния. Но однако он должного вывода для себя не сделала и повторно совершила. В этой связи уже влечется уголовная ответственность. Но под хищением понимается это совершенное с корыстной целью противоправного безвозмездной изъятия чужого имущества и обращения его в пользу виновного или других лиц, причинившего ущерб собственному или иному владельцу имущества. Также возможна статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом подвергнутому административному наказанию. Непосредственным объектом данного преступления является общественное отношение, обеспечивающее безопасность дорожного движения. Уголовная ответственность по данной статье наступает в случае управления механическим транспортным средством лицом подвергнутому административному наказанию, либо за управление в состоянии алкогольного опьянения, либо за невыполнение законного требования полномоченного должностного лица прохождения медицинского свидетельствования. То есть лицо, впервые привлекаемое, точнее, совершившее данное правонарушение, привлекает все-таки к административной ответственности. А повторность, если лицо, повторюсь, так же не делал для себя выводов, уже влечет уголовную ответственность. Законодатель все-таки пытается донести до человека правомерное поведение, воспитать, так сказать, его правосознательность, в том числе и через непосредственно применение норм административного законодательства. Ну а вот не выглядит ли это слишком мягкими мерами? Не получится ли так, что вот тем, что закон достаточно лояльно к тем, кто совершает впервые, допустим, какие-то преступления, не получится ли так, что это, наоборот, вдохновит его на новые подвиги, подумает, ну, ничего себе, наказание было. Подумаешь, административка будет продолжать в том же духе действовать? Ну, конечно же, лица некоторые не делают для себя должных выводов, продолжают допускать правонарушения, которые впоследствии влекут уголовную ответственность. Но есть и такие примеры, которые, напротив, свидетельствуют об обратном. Это возьмем розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Статья 151 прим. 1 Уголовный кодекс Российской Федерации. Ну, ей предшествует привлечение к административной ответственности по нормам кодекса административных правонарушений. Например, в 2022 году сотрудник правоохранительного органа промышленного района города Самары был составлен 41 протокол именно об административных правонарушениях. При повторных проверках выяснялось о том, что уже люди сделали для себя должных выводов и перестают зачастую продавать алкогольную продукцию. Поэтому было возложено только три уголовных дела. То есть профилактика имеет свое влияние, мы считаем. Ну, то есть, таким образом, система борется с тем, чтобы меньше судимых людей было? Или с тем, чтобы они как-то пересмотрели свое поведение и стали ответственными членами общества? Все-таки изначальная цель какая? Вот таких мер. Ну, я все-таки полагаю воспитать правосознание, чтобы было больше ответственных людей. И не допускали повторных проступков, влекущих все-таки более суровое наказание, более тяжкие последствия в виде уголовного ответственности, уголовного наказания. А вот насколько важно применять вот это вот все к несовершеннолетним, но к тем, кто уже достиг ответственности тем, кому больше 14 лет, и к молодым, скажем так, гражданам? У них больше перспектив на то, чтобы исправиться? Ну, все-таки ответственность несовершеннолетних – это немножко другая категория, это другая ответственность. И мы здесь немножко говорим про другой вид преступления. Это когда лицо, уже достигшее возраста уголовной ответственности и достигшее возраста привлечения к административной ответственности, совершает те или иные правонарушения. Все-таки говорим уже о более сознательных лицах, а не несовершеннолетних. Это немножко другое. Ну, естественно, защита прав несовершеннолетних, нравственных воспитаний, это является одной из приоритетных задач как системы профилактики, так и органов прокуратуры в целях воспитания законопослушных граждан. Ну и вот возвращаясь к бытовым преступлениям, не секрет, что у нас смягчился уголовный кодекс в отношении тех, кто совершает домашнее насилие, скажем так, и насколько это позволяет снизить число преступлений. Не получается ли так, что наоборот преступник чувствует, что у него руки развязаны, он один раз там ударил жену, там избил, ему там административный штраф выписали, что он может себе позволить таким образом действовать и дальше. Он же может там каких-то серьезных побоев не наносить, но при этом держать ее в страхе, в нервном напряжении, и, в общем-то, обстановка будет очень некомфортной для женщины, мягко говоря. Ну, давайте определим, что такое бытовые преступления все-таки, немножко разовьем данную тему. Бытовым преступлением в Головном кодексе подразумевается умышленное, неосторожное действие, посягающее на жизнь, здоровье, честь, достоинство, свободу личности, совершенное в результате конфликтов между родителями, между близкими лицами. Между друзьями или соседями. Семейные бытовые преступления имеют ряд характерных и отличительных признаков. Это конкретное место совершения преступления – квартира, дом, подъезд, гараж, придомовая территория. Особые взаимоотношения – это брачно-семейные, супружеские, родственные. И, соответственно, срочность данных конфликтов – это длительное, краткосрочное или одноразовое. Как вы поясняете систематическое нанесение побоев? Естественно, как раз и в том числе эти превентивные составы преступлений направлены на то, чтобы пресечь данные семейно-бытовые конфликты, семейно-бытовое насилие. То есть, если родитель причинит какое-либо повреждение ничтенолитнему ребенку, он будет привлечен к административной ответственности, если это будет какой-то побои, если нет. Только потом уже будет привлечен к уголовной ответственности, исходя из характера последствий. Либо это побои, статья 116-1, либо это истязания, статья 156-я. То есть, исходя из непосредственных обстоятельств. Ну, а не получится ли так, что вот впервые пожаловалась жертва, поняла, что ее мучителю, скажем так, назначено всего лишь административное наказание, и просто в другой раз она побоится обращаться в органы, в силовые структуры, потому что не почувствует, что за ней некая защита стоит. И это приведет к более серьезному преступлению? Нет, такого не произойдет, если она обратится по первому даже случаю. У нас есть система профилактики данных правонарушений. Это и в полиции, и в администрации, и прокуратура непосредственно за этим надзирает, чтобы в системе профилактики работали, и сама непосредственно принимает участие в случае необходимости. Защита прав несуществоднолетних – приоритетное направление. И в целом любое преступное действие попадает под зону особого внимания прокуратуры. Именно принятие надлежащих действенных мер, цели предотвращения их в будущем, впоследствии. Но если лицо не понимает, тогда уже принимается комплекс суровых мер в виде уголовной ответственности и реального осуждения. Расскажите вот о статистике. Давайте сопоставим 2021 год с 2022, где наблюдается снижение, может быть, где-то и повышение. Ну, например, статистика связана с мелким хищением. На территории промышленного района города Самара по части 2 статьи 7.27, кодекса секретаря администрации на повношениях, за 2022 год был составлен 31 протокол по данной статье. За 2021 год – 25, то есть увеличивается рост данного мелкого хищения. Реализация алкогольных продуктов в шинишном леднем. Был составлен 41 протокол, а в 2021 году – 44. То есть мы видим уже тенденцию снижения, что правосознание людей растет. Три продавца, как минимум, точно задумались о своем поступке, да? Ну да. Даже если это один, это уже победа. По бою статья, да, вот 6.1, кодекса секретаря административного промышленного решения. Было составлено в 2022 году 50 административных протоколов, в 2021 году – 56 на территории промышленного района. Как раз за нарушение по административному надзору, о чем мы с вами говорили, было составлено 191 протокол в 2022 году, в 2021 году – 225. То есть даже лица, освободившиеся из меня с лишения свободы, делают для себя выводов и уже меньше допускают правонарушений, проступков. Если по преступлению смотреть, вот у нас была административная практика, статья, например, 116 прим. 1, то есть это где повторность, где люди все-таки не сделали для себя должных выводов, то в 2022 году было возбуждено два уголовного дела в отношении двух лиц на территории промышленного района города Самары. В 2021 году одно лицо, в отношении одного лица. То есть мы видим, что все-таки в 2022 году меньшее количество лиц, которые сделали для себя должных выводов о недопустимости так подобного. По преступлениям, так, реализация алкогольного промышленного, по мелким кражам, например, в статье 158 прим. 1. Это где уже повторность, да, вот мы говорили про мелкое хищение. В 2022 году было совершено, выявлено 62 преступления, а в 2021 году 128, то есть снижение практически в два раза. То есть люди все-таки осознанно уже начинают подходить о недопустимости даже такого, казалось бы, с их точки зрения малозначительного проступка, как мелкое хищение. Хотя любое правонарушение не является мелкозначительным. Оно требует тщательной проверки и комплекса мер принятия в отношении лица, допустившихся данный факт. Управление лицом состояния алкогольного пьянения. Тут какая статистика? Как раз статья 264 прим. 1 или отказы за прохождение медицинского свидетельствования. Здесь у нас есть незначительный рост на 5 преступлений в истории промышленного района города Самары. То есть это 29 преступлений против 24 в 2021 году. А что такое административный надзор? Административный надзор – это осуществляемый орган внутренних дел наблюдения за сопротивлениями лицами, освобожденных из мест лишения свободы, установленных временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнение определенных обязанностей, предусмотренных федеральным законом, от что в апреле 2011 года за номер 64 ФЗ об административном надзоре за лицами, освобожденных из мест лишения свободы. Административный надзор устанавливается в отношении лиц, отдельной категории лиц, освобождившихся из мест лишения свободы, в целях предупреждения совершения преступлений или правонарушений. Оказание на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов. То есть это комплекс мер, направленных на воспитание правосознания у лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и, соответственно, контроль их поведения, если говоря более простым языком. Ну а какие виды ограничений устанавливаются в отношении лица, которые находятся под административным надзором? Ну, в целях недопущения совершения преступлений и правонарушений судом могут устанавливаться запрещение пребывания в определенных местах, запрещение посещения мест проведения массовых иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях, запрещение пребывания в нежилого или иного помещения, являющегося местожительством, в том числе ночное время, запрещение выезда за установленным судом пределы территории, населенного пункта, города или области. Соответственно, этот комплекс мер за его поведением будет способствовать контролю стороны органов внутренних дел за поведением данного лица, освободившись в местах лишения свободы и во многом является профилактической мерой по предотвращению к совершению преступления. Это идеальная нарисованная нами картинка, но а если надзорное лицо не заблюдает этих всех ограничений и живет так, как считает нужным, что по отношению к нему, какие меры реагирования принимаются? Естественно, вначале принимаются меры в виде административной ответственности, но если он не реагирует на эти меры в виде привлечения к административной ответственности, то уже влечет уголовную ответственность. По превентивным преступлениям более-менее понятно. Мне хотелось бы еще в заключении нашей программы задать вам такой вопрос, который касается общей деятельности прокуратуры в целом. Потому что зачастую у людей нет четкого понимания того, в каких случаях они имеют право, основание обратиться за помощью в прокуратуру. В случае каких нарушений их прав, они говорят, так, все понятно, все четко, мне нужно идти на прием в прокуратуру или обращаться как-то на сайт, еще что-то. Вот какие жизненные ситуации, скажем так, чтобы нам отсечь тех, кто точно не по адресу придет в прокуратуру, если придет жаловаться? Что под вашим контролем находится? Вот прям пункты какие-то можно назвать? Ну, я могу сказать, что всегда, когда человек считает, что его права и законы интересов нарушены, он всегда может обратиться в органы прокуратуры. Защита права и свободы человека и гражданина является одним из приоритетных направлений надзора органов прокуратуры. И поэтому всегда можно обратиться. Даже если он обращался в правоохранительные органы, в иные какие-то контрольные органы, но считает, что были приняты недостаточные меры, необходимы были действенные меры, либо ставят под сомнение их выполненные мероприятия, их действия, то всегда необходимо обратиться в органы прокуратуры. Органы прокуратуры будут давать оценку ранее выполненные мероприятия, в случае, если гражданин обращался. В случае, если он впервые обратился, то мы либо разъясним законодательство, либо направим данное обращение либо с контролем, либо в поднадзорные органы. То есть это правоохранительные органы или контрольные органы. — И в какой форме лучше сделать вот это обращение? Нужно самому прийти или, может быть, на сайт куда-то написать обращение? — Свободный выбор. Можно и лично непосредственно прийти к прокурору, к заместителю, к помощникам. Мы сейчас шли прием граждан в соответствии с графиком. Либо обратиться на сайт прокуратуры Самарской области. И прокуратур Самарской области уже направят территориальные городские прокуратуры. — Ну, там же, наверное, все равно к секретарю какому-то нужно обратиться. Он же не может, человек, просто зайти в прокуратуру, там, «Здравствуйте, я ваша тетя, так где тут прокурор? Сейчас я с ним поговорю». Вот это вот структурно, как это все выстроено? — Нет. Когда человек заходит в прокуратуру, всегда на видном месте, либо около канцелярии, либо непосредственно на входе, имеется график приема прокурором, заместителем, помощниками. Он сразу, посмотрев на данный график, может непосредственно обратиться в часы приема к тому лицому должностному, который он считает необходимым. Либо это к прокурору, либо это к заместителю, либо это к помощникам. — И в каких случаях в районную прокуратуру нужно обращаться? В каких в городскую, в каких в областную? — Ну, в районную прокуратуру можно обратиться, да в любых случаях, по месту проживания, либо если даже лицо не проживает на данной территории, например, в другом населенном пункте проживает, но с ним произошло какое-либо событие. То есть он считает, что необходимо начать уже сейчас, с ее минуты, с защитой его прав. В городскую прокуратуру можно обратиться также в любой момент. То есть нет каких-то запретов и ограничений, куда необходимо человеку обратиться. — Ну, то есть он шел мимо прокуратуры промышленного района и решил в нее обратиться, хотя сам прописан, допустим, и проживает в другом районе. Так это возможно? Или как это работает? — Конечно, возможно. Просто если данный вопрос не попадает в зону нашего действия, в зону нашего надзора, соответственно, мы просто перенаправим коллегам по территории, и они уже непосредственно будут осуществлять надзор, разбираться по той проблематике, к которой обратился гражданин. — Ну, спасибо вам большое за то, что ответили на наши вопросы. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Знаете о своих правах и оставайтесь на связи. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok